У нас есть три сигнала очень сильных на этой неделе, и они следующего рода. Во-первых, в польской прессе появилась статья о том, что почти 100 тысяч украинских мужчин пересекли границу Польши, призывного возраста пересекли границу Польши, да только Польши, в одном направлении, и не въехали обратно в Украину. Во-вторых, есть заявление Давида Арахами о том, что, возможно, будет экстрадиция тех, кто сбежал к призыву. В-третьих, у нас есть законопроект Венеславского, который предполагает, что студенты, которые пошли на 2-3 срок высшего образования, плюс даже аспиранты, которые кандидатскую защищают, на которых всегда была бронь, лишаются права от срочки от призыва. И все мужчины после 30 лет, даже если они первые получают образование высшее, что тоже раньше давало бронь. Остаются только студенты молодого возраста, 18-22, до 30, скажем так. Плюс появилось расширение, проект расширения медицинских допусков. Он наиболее проблемный по той простой причине, что там всерьез говорится о том, что люди с закрытой формой туберкулеза, с вирусным гепатитом, со всем остальным, будут призываться к неактивной стадии ВИЧ-инфекции. Но здесь встает вопрос. Понятно, что вряд ли их будут посылать в боевые части, хотя и это нужно было отследить. В бой идут где-то 20-25 человек из 100 в армии. Непосредственно в бой с противником они могут на других специальностях служить, на тыловых, для того, чтобы как раз и высвободить большое количество этих самых бойцов, способных, которые неограниченно годны к участию в боевых действиях непосредственно на первой линии. Но здесь нужно понимать, что за этим надо очень строго следить. Сегодня уже появились замечания такого рода, например, А как медикам работать, которые работают по локоть в крови с ранеными, на работать с людьми, которые вирусно инфицированы, кровь которых вирусно инфицирована, тем же ВИЧ, тем же гепатитом и так далее. Медика подставляем, а медики самый ценный персонал на войне. Пехотинца можно подготовить за три месяца, если сильно постараться. Можно за месяц, если очень сильно надо и сильно постараться. А вот врача это минимум 7 лет, чтобы он хоть что-то начал соображать. И далеко не каждый может быть врачом. И даже парамедика нужно долго готовить и так далее. Поэтому вот это бы отследить очень сильно. Если уже так расширяют допуски. У меня есть сомнения в том, что так уже надо расширять. Я, правда, не видел цифр возможного положения такого, что уже надо расширять из-за их счет. Но здесь надо смотреть, куда они пойдут служить. Люди ограничены годные с таким перечнем заболеваний, которые собрались отменить. В целом логика понятна. Все, как сказал Юра, без мобилизации мы не обойдемся. Если они выставляют 500 тысяч, то нам надо хотя бы 200-250 выставить. Ответ, это минимум. Кроме того, у нас только восполнение потерь. Необходимо ротироваться и так далее. Это мы заходим в длинный трек военный. И здесь надо понимать, что... И, может быть, и это не последнее было. Я вам скажу. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...